Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. И сегодня я накопил достаточно ДНК Роксты и фильма, чтобы перевести его на пятую звезду. Ну что же, друзья, давайте-ка мы это сделаем. Итак, развиваем благодаря мутагену нашего Роксты из фильма на пятую звезду. Просто-просто супер! Итак, друзья, стоит ли прокачивать его способности? Давайте-ка я его просто подниму до 80 уровня. А способности, ингредиенты я буду натратить на другие герои, за которых попросили наши подписчики. Итак, вот этот забавный герой Роксты из фильма уже у нас на пятой звезду. Просто-просто здорово! Вот, друзья, и кроме того, вот пятеро подписчиков сегодня попросили, чтобы я купил 8Х портал. Что же, друзья, очень хорошо. Иду вам навстречу. Давайте-ка мы это сделаем. Вот, за защитников ничего не писали. Поэтому, друзья, я не буду открывать защитников. Открою несколько колод 8Х портала и посмотрим, что же нам попадет. Итак, Савьер Монтес очень неплохо. Монда Гека здорово. Леонардо. Бакстер Стокман. Микеланджело классический. Керби Мыш. Леонардо Филь. И Бакстер Стокман. Ну что же, просто-просто замечательно, друзья. Неплохо. Давайте-ка, что посмотрим еще, что во втором пакете попадется. Жаль, друзья, что не выпадает. Либо Крэнк классический, либо Супер Шреддер. Очень бы хотел я этих двоих героев. Пока не хватает. Итак, Крис Брэдфорд. Мутагеноид. Это Рафаэль Классический, Стиранка, Рафаэль Фильм, Хан, Кейси Джонс и Леонардо. Тоже довольно-таки неплохо. Отлично. Ну и давайте-ка вот открою еще третью колоду. Возможно попадется какой-то интересный герой, который у нас не развит. И вот к нему попадет ДНК. Итак, Рафаэль Классический, Хан, Крысиный Король, Джастин, Зек, Крис Брэдфорд, Крип и Доктор Роквелл. Ну что же, очень-очень классный герой. Очень он мне нравится. И мы накопили 25 ДНК. Ну что же, это я считаю, друзья, замечательно. Давайте-ка я еще открою вот колоду, которая благодаря подписке у нас есть. Вот попадает Бибоп ДНК. Ну и вот колода, которая каждые 3 часа появляется. Ну что же, супер, друзья. Кроме того, есть, друзья, сегодня очень хорошая новость. Вот, обратился я в группу. И благодаря вашим отзывам и комментариям я попросил. И сегодня несколько наших героев, вот, из черепашек ниндзя переведены на платину. Итак, все черепашки ниндзя уже у меня на платиновом уровне. Вот Донателло уже переведен на платину. Давайте-ка я его сразу же прокачаю до 90 уровня. Вот так. Здорово. Отлично. И вот Микеланджело, вот за которого очень-очень много просили. Наши подписчики, вот, из мультика тоже переведен на платину. Давайте-ка я его тоже подниму до 90 уровня. Итак, здорово. Здорово, друзья. Есть у нас уже полностью черепашки ниндзя из мультика. Все прокачаны, вот, переведены на платину, как и просили множество подписчиков. Итак, вижу Леонардо, Донателло, Микеланджело. А где жираф? Где жираф? Где жираф? А вот и он, и Раф, друзья. Вот, вот и нырав. Давайте-ка мы Рафа тоже поднимем до 90 уровня. Ну что же, очень-очень неплохо, друзья. Кроме того, подписчики сегодня попросили, чтобы я прокачал. Вот смотрю в отзывы, комментарии. У Саги до максимального уровня. С удовольствием иду, друзья, вам навстречу. Вот, давайте-ка мы его прокачаем. Прокачаем. И, друзья, я потратил весь мутаген. Ну, ничего страшного. Давайте-ка я зайду в магазин. Вот, и купим немножко мутагена, чтобы мы могли прокачать УСАГИ на максимальный уровень. Вот, ну, я думаю, этого пока нам достаточно будет. Вот, неплохо. И так, и так, и так. Вот, давайте-ка мы прокачаем УСАГИ. Вот, и так, он уже у нас 95-го. Вот, 96-й. И вот сейчас переводим на максимальный, допустимый сейчас уровень на 97-й. Кроме того, друзья, вот я смотрю в отзывы, комментарии. Трое подписчиков попросили, чтобы я прокачал тигриного когтя. Ну что же, друзья, с удовольствием пойду вам навстречу. Давайте-ка посмотрим, что у нас насчет тигриного когтя. Вот он. Друзья, я буду стараться собирать ДНК, чтобы быстрее его перевести на четвертую звезду. А пока могу просто только прокачать его способности. И так, давайте-ка прокачаю вот этот тигриный глаз, тигриный когтя. Всегда готов к бою. Сила воздействия увеличивается на 5% во время боя. Вот прокачаем вот эту способность. Прокачаем, друзья, первый удар. Либо вот что-то такое тигриная ягрость. Третий удар. Тигриный когтя яростно бьет враговым мечом. Вероятность 45% вызвать отложенный урон в течение трех ходов. Ну что же, супер. Давайте-ка прокачаю вот эту способность. И еще давайте-ка прокачаю первый удар. Вот, неплохо. Итак, довольно-таки здорово уже прокачан у нас тигриный коготь. И еще можем качать. Ну давайте-ка еще прокачаем. Раз мы можем его качать. Ну вот, уже очень-очень-очень здорово прокачан тигриный коготь. Просто-просто здорово. Ну что же, неплохо. Хотя, возможно, нужно было до шестой ступени прокачать его массовую атаку. Ну, пока, друзья, как-то вот так. И вот, друзья, еще в начале видео хочу передать привет. Итак, большущий-большущий черепаший привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, друзья, особый черепаший привет подписчику с ником Спарки Рояль, Брой Димешу, Булат Юлдашеву, Владу Тужилкину, Эд Лео, Кате Крыловой, Миши Егорову, Элегу Плей, Пацану с Ютуба, Амантур Алмазбекову, Демьяну Башкирову и подписчику с ником Комикс. Друзья, большущий-большущий вам привет от наших черепаший-ниндзя-легенды и от меня лично. Ну а сейчас, друзья, отправляемся с вами в бой. Итак, в турнир, вот, в прошлой части мы сейчас находимся на Лиге Мастеров, вот, на третьей звездочке нас ждет награда, вот, если мы, конечно же, здесь останется, 75 платиновых осколков, 90 золотых и 50 ДНК Эприл Кунаичи. Ну что же, просто здорово. Итак, друзья, в бой и с командами от наших подписчиков. И довольно-таки здесь собрались довольно-таки жесткие, сильные команды. Тем не менее, друзья, вперед, попробуем сразиться. Итак, возьму-ка я вот команду с доктором Роквеллом, мне кажется, это прикольный герой. Вот, собираю его ДНК, тоже, надеюсь, он вам понравится. Итак, замечательно, друзья, давайте-ка возьмем команду от наших подписчиков. И первая команда, это у нас поджигатель Пироман, попросил взять, первым отписал вчера, и его команда черепашки из мультика и тигриный коготь. Ну, здорово, конечно, что черепашки из мультика, они высокого уровня, жаль только, что вот не прокачен у нас тигриный коготь. Вот, я, конечно же, буду стараться это делать. Итак, давайте-ка возьмем еще вот Рафаэля, Донателло и Микки Маланджело. Итак, наши любимые черепашки плюс еще тигриный коготь. Вот, да, вот написал подписчик, что по мультику в серии, когда вот Шреддер умер, а потом его воскресили, и он стал зомби-шреддером, тигриный коготь помог нашим, стал союзником, нашим черепашкам, помог справиться с демоном и с зомби-шреддером. Итак, вперед, друзья, давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, довольно-таки интересный бой. Вот наши черепашки против команды сборной. Здесь и Рокстеди классический, и Микеланджело ролевой, доктор Роквелл, Донателло из фильма, и еще Микеланджело, по-моему, все же из мультика. Итак, прокачиваю я команду. Вот Микеланджело танцует танец. Вот появилось уклонение, и появилась у некоторых героев атака. Ну что же, я попытаюсь первым делом выбить Микеланджело, а он же хил. Не удалось Лео это сделать, хотя самый сильный удар. Вот Лео здорово нанес... Ой-ой-ой, и бедняжку тигриного когтя выбивает. Но этого, друзья, и следовало ожидать. Он самый слабенький у нас, не прокачан. Ну, как-то вот так. Либо вот нужно будет просить группу ВК, чтобы прокачала его на более высокий уровень. Ну что же, здорово. Итак, друзья, давайте-ка попробуем атаковать. И да, друзья, не сказал большущие спасибо вот нашему Денису за то, что прокачал выдрину, за то, что перевел героев из мультика на платину. Вот большущие-большущие спасибо. А его ВК и ВК группы я оставлю в отзывах, комментариях, кому интересно будет с ним связаться. Итак, вперед. Друзья, давайте-ка я попробую выбить первым делом доктора Роквелла. Итак, Микеланджело атакует своей бомбочкой. Вот, и довольно-таки неплохо нанесен урон. Ну, а вот теперь подключу-ка я массовую атаку Лео. Итак, танец с мячами. И, ну, просто-просто здорово. Практически порвал врагов. Вот немножко осталось их здоровье. И нужно уже добивать. Вот, ну, я думаю, сейчас наш шрафт справится. Думаю, даже не надо вот качать. Вот здесь нам, вот, мы могли бы прокачать массовую атаку. Вот, чтобы увеличить, пробафать нашу команду. Я думаю, наши герои и так вот добьют врагов. Итак, Микеланджело из мультика добивает Микеланджело ролевого. А Леонардо не смог добить Рокстеди классического. Зато, вот, Раф молодец. Итак, идеальная победа. Ну, почти идеальная, если бы не Тигрин и Коготь была бы идеальная. Так, бедняжка Тигрин и Коготь упал. Ну, что же, неплохо. Итак, продвигаемся по турнирной лестнице. Я думаю, друзья, сегодня мы попробуем с вами, вот, передвинуться больше по турнирной лестнице. Вот, до первого уровня. А потом пойдем в смятение из другого измерения. Итак, вперед-вперед, друзья. Довольно-таки сильные, жесткие пошли команды. Вот, давайте-ка подберем какую-то интересную, забавную команду. Вот, вижу команда из черепашек. Вот, плюс еще Рокстеди из мультика. Мне кажется, довольно-таки интересная команда. Давайте-ка возьмем, хотя команда жесткая. Вот, не просто будет с ней справиться, но мы постараемся. Итак, следующая команда от подписчиков. Вот, это у нас Влад Тужилкин. Вот, попросил его взять команду. Вот, Тигрик, Гнык, Гокоть, Лисиса, Кожеголов, Доктор Роквелл. Вот, а где же пятый игрок? А пятого игрока, друзья, и не написал. И это очень печально. И еще печально то, что, друзья, Доктор Роквелл у меня не прокачан. Он только, по-моему, 60 уровня. Сейчас я точно посмотрю. Итак, Доктор Роквелл, Доктор Роквелл. Друзья, не годится, не годится эта команда. И даже не из-за того, я бы взял команду. Доктор Роквелл только на три звезды. То есть, ну, нужно будет его либо прокачивать, либо просить вот команду из ВК, чтобы прокачала. Видите, просто нереально здесь будет выиграть. Скорее всего, мы проиграем. Поэтому, извини, дружище, пока беру команду от подписчицы. Дальше, Арушан Толубаи. Итак, ее команда Шредер. Шредер и Шредер классический. Вот два Шредера. Отлично. Обычный Шредер и Шредер классический. Сплинтер. Бакстер Стокман и Лео Мультик. Ну, Лео Мультик вот он. А Бакстера Стокмана сейчас мы найдем. Вот он. Ну что же, интересный будет бой. Вот. Мне кажется, Бакстер Стокман тоже довольно-таки классный герой, которого было бы здорово перевести на платину. Уж очень классная его две массовые атаки. Итак, нужно, друзья, выбивать первым делом, я считаю, Лео Хила. Потому что он очень-очень может здорово подвести. И когда команда уже будет добита, вот подлечить. Итак, давайте-ка попробуем удар Шредера классического выбить Лео вражеского. Хороший удар, но Лео уцелел. И да, 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 вот есть массовая атака наша Лео из мультика. И сейчас мы просто-просто сметем. Ну, по крайней мере, удалось выбить Лео. Это уже неплохо. Вот, прокачивает враги, делают иммунитет. А давайте-ка пусть наш спринтер тоже прокачает нашу команду. Вот, набросает кучу бафов. Ну, пока получился только один баф. Это вот атака. Вот, вернее, вижу даже контратаку. И да, 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 есть, есть вот возможность ударной волны. И вот так здорово удалось Бакстеру Стокман выбить одного из героев. И добивая Брокстеди. Ну, и вот, я думаю, Шредер из мультика сейчас добьет. Вот, отличнейшая команда и отличнейшая победа. Просто-просто супер. Ну, что же, неплохо, друзья. Итак, переходим дальше. Переходим дальше. Давайте-ка посмотрим вот следующую команду от наших подписчиков. Так, вперед, вперед, вперед. Вот, двигаемся по турниру на лестнице. И переходим с вами на 78 уровень. Очень даже неплохо. Отлично, друзья. Вот, и так попались какие-то слабоватые команды. Ну, давайте-ка я посмотрю, кто из подписчиков какую команду написал. И тогда мы что-то подберем. Итак, вот, написал один из подписчиков. Итак, смотрю-смотрю-смотрю. Вот. Состав. Все мульт. Черепахи плюс Плинтер. Джанка Джанка. Написала вот такой вот интересный состав. Ну, что же, давайте-ка сделаем этот состав и посмотрим. Итак, давайте-ка я возьму команду посильнее, чтобы это было интересно. Итак, вот, есть у нас Леонардо. Есть у нас Плинтер. Есть у нас Раф. И еще остальных черепашек. Донателло и Микеланджело. Ну, что же, интересный будет бой. Здорово, что у нас все черепашки. Ну, что же, посмотрим-посмотрим, как они смогут справиться с Теренко, Доктор Роквеллом и остальными черепашками. И, конечно же, в начале боя я прокачиваю команду наших черепашек, чтобы появилась вот атака и уклонение. Неплохо. Вот, Лео своей массовой атакой попробуй сразу же выбить. Ну, выбить не удалось, но здоровье здорово попортил врагов. Неплохо. Итак, давайте-ка я попробую все же не прокачивать, а попробую катаной нашего сплинтера добить стиранкой не удалось. Не удалось. Итак, Донателло вражеский бросает. И здорово, что у нас есть уклонение. Вы видите, прошли удар мимо. Ого. Доктор Роквелл навесил защиту. Вот. Но я все же попытаюсь вот этим ударом Рафа с разворота все бы же выбить стиранка. И да, удается. Удается неплохо. Кстати, мы тоже можем защититься. Вот есть вот эта прикольная фишка у нашего Донателло. Навесить кучу щитов. И вот так, видите, как здорово удары Доктора Роквелла прошли мимо. То есть щиты поглотили. Плюс серикены, которые висят над нашими героями, они дают уклонение. Очень-очень даже неплохо все у нас удалось. Итак, давайте-ка я попробую выбить. Смотрю, кого бы лучше выбить. Давайте, наверное, все же я попытаюсь выбить вот этого Микеланджело ролевого. Отлично. Лео без проблем его выбивает. И теперь будем бить Донателло из фильма. Очень неплохой удар. Я надеюсь, вот Сплинтеру удастся. Нет, к сожалению, не удалось. Но, возможно, Раф все же его добьет. Так, довольно-таки сильные противники. Не так-то просто их выбить. Но вот Донателло из мультика все удается. Итак, Доктор Рокпол удар разумом. Вот навешивает цепи на Микеланджело. Но я думаю, это особой роли не должно сыграть. Наши герои здесь без проблем выигрывают. Итак, добиваем, добиваем Донателло. Ого-го-го. Что-то вот разошелся. Ой, как здорово. Навешал нашему Микки. Но мы попытаемся его добить. И да, давайте-ка пусть Раф лучше привлечет внимание. Вот так, чтобы не добили Микеланджело. И попробуем забросать врагов звездочками. Вот, очень неплохо. Вот Донателло нанес удар. Отлично. Добиваем вражеского Донателло. Очень хороший удар Лео. И бомбочка Микки. Итак, Микки, давай. О, как здорово удалось выбить Доктора Рокпола. Ну что же, супер. Очередная победа. Просто-просто здорово. Ну что же, по-моему, довольно-таки отлично. И все у нас получилось. Итак, следующая команда Саша Семенов. И написал все шредеры и сплинтер. Друзья, не получится. У меня только два шредера. И как все шредеры, всего три шредера в игре. Это мультик, классика и супер шредера. Больше шредеров нет. А если еще взять сплинтера, то это четыре. И пятого игрока не хватает. Ну, возможно, подписчик имел в виду сыграть четырьмя героинами. Но, к сожалению, не получится. Итак, следующая команда и следующий подписчик. Галлия Сыздыкова. Вот и ее состав. Ну, давайте-ка я подберу противников. Вот, посмотрю, кого она предлагает. Итак, Лео мультик. Раф мультик. Усаги Узимба. Вот, неплохо. Довольно-таки сильная команда. Это Дони, Космос и Сплинтер. Ну, что же, для этой команды нужны самые сильные противники. Чтобы это было интересно. Итак, друзья, давайте-ка я возьму. Вот, мне кажется, вот с Крис Брэдфордом. Вот, может противник прокачать способности. Поэтому, давайте-ка я вот так возьму. Итак, Лео мультик. Раф мультик. Здорово. Усаги и Дзимба. Вот, первый раз сегодня заказывает Усаги и Дзимба. Донателла Космос и Сплинтер. Донателла Космос. Донателла Космос. Где же ты, Дони Космос? Вот. Так, неплохо. Итак, будет эпическая битва. Посмотрим, что удастся нам сделать. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот, попытаемся сейчас. Ага. Ну, конечно же, наилучшая фишка нашего Усаги и Дзимба. Это прокачать вот защиту и уклонение. Вот, неплохо. Посмотрим, что смогут сделать враги. Нет, не дадим ей ни одиного шанса. Итак, Лео идет вперед. И здорово наносит повреждения своей массовой атакой. Ого. Как разошелся вражеский Микеланджело. Но я все же попробую выбить доктора Рокула. Итак, удар Катана и Сплинтера. И доктор Роквелл выбит. Ну что же, очень неплохо. И осталось еще, чтобы Донателло из космоса привлек свой астероид. Вот. И вот так здорово поджарен. Крис Брэдвард выбит. Остальные черепашки что-то пытаются сделать. Но я думаю, это им уже, друзья, не поможет. Итак, удар с разворота Рафа. И вот вражеский Лео. Это был Лео классический выбит. Ну, просто-просто чудесно. Итак, удар Усаги Димба Катаной. Вот хороший удар. И Донателло оригинальный выбит. Вот остался только у врагов Донателло оригинальный. И я думаю, уже просто давайте-ка попробуем выбить его ударом из пальца. И да, победа. Очень-очень хорошая победа. Все здорово у нас получилось. Ну, что же, неплохо. Итак, давайте-ка посмотрим, на каком месте мы в турнирной лестнице. Вот только дойдем до первых мест и перейдем с вами в смятение из другого измерения. Вот неплохо. Итак, следующие команды довольно-таки тоже сильные. И мы посмотрим, какой следующий вот команда от подписчиков. Итак, смотрю, друзья. Вот разные команды. Вот неплохо. Итак, давайте-ка посмотрим, вот что здесь еще нам предлагают. Следующая команда от Кирилла Полякова. Вот давайте-ка я возьму его в команду. Итак, давайте-ка вот возьму вот эту команду со сплинтером. Итак, нейтрализатор. Нейтрализатор, нейтрализатор. Где же нейтрализатор? Сейчас я ее попытаюсь найти. Секундочку, друзья. Вот он. Есть нейтрализатор. Дальше тигринный коготь. Ого. Здесь это будет жесткий. Будет здесь будет непросто. Тем не менее, я думаю, друзья, нам все получится. Зек, стиранка и рокстаги. Так, зек, 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 зек. Где же ты, дружище, зек? Давайте-ка мы его найдем. Зек, 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 зек. Ага, вот вижу стиранка, друзья. Вот, стиранка и зек. Зек и стиранка. И еще нам нужно рокстаги. Вот. Итак, друзья, что-то я не вижу. Рокстаги, где же? Вот, вернее, запутался немножко с зеком. Сейчас поищу. Секундочку. Вот так. Итак, неплохо, неплохо. Ищем, ищем. Вот он, зек, есть. Друзья, остался только найти рокстаги. Итак, рокстаги, я думаю, все же из мультика, либо из фильма. Вот, есть бибоп из фильма. А что у нас рокстаги? Рокстаги из фильма. Я не уверен, друзья, что он прокачан. Он, по-моему, не прокачан. Вот, тем не менее, давайте-ка посмотрим, удастся ли нам что-то сделать. Вот, что-то где-то я пропустил. Не вижу. Итак, нам нужен рокстаги из фильма. Где же ты, рокстаги? Рокстаги, рокстаги, рокстаги. Вернее, рокстаги из мультика. Вот, смотрю, 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 друзья. Не вижу пока. Вот. Изучаю, изучаю. Где же наш рокстаги из... Вот, не вижу, друзья. Спрятался. И все. Никак его не было. Ага, вот он, друзья. Не прокачан. Не прокачал. Итак, друзья, довольно-таки сильные противники. Не уверен я, друзья, что мы сможем с ними справиться. Тем не менее, давайте-ка рискнем. Давайте-ка рискнем. Посмотрим, что из этого получится. Вот. Мне кажется, это проигрышная команда. Здорово, конечно же, что у нас есть нейтрализатор. Его реактивный удар это что-то. Вот. Давайте-ка попробую выбить первым делом вот Хила. Вот Микеланджело из фильма. Очень уж он сильный. И надеюсь, все же удастся его выбить. Если не подхилит команду, тогда удастся вытвыгать. Итак, разжелся Леонардо из фильма. Итак, Рокстади выбил. Как я и переживал. Итак, попробуем массовую атаку нашего тигриного когтя. Замечательно. Вот. И вот, надеюсь, я на вот этот реактивный удар нейтрализатора. Здорово, но не выбит. А ну-ка, друзья. Вот атака стиранка. Да, 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 да. Ну вот, благодаря вот этим двоим героям и удастся нам выиграть. Отлично. Просто-просто здорово. Вот еще зэк поджаривает вражеский отряд. И нейтрализатор своим диском выбивает. Вот, видите. Хотя команда была намного слабее. Тем не менее, удалось выиграть за то, что были очень классные герои. Итак, пытаюсь, пытаюсь, друзья, добивать последнего героя. Это у нас Донателло. И я надеюсь, что у нас все получится. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот выстрел. И да, великолепнейшая победа. И все у нас, друзья, получилось. Просто-просто здорово. Итак, замечательно. Замечательно, друзья. Вот, переходим дальше по турнирной лестнице. И давайте-ка посмотрим, вот, то, вот, как мы передвинемся по турнирной лестнице. И на какое место попадаем. Итак, 53-е место. Честно говоря, слабовато мы идем по турнирной лестнице. Вот, я думаю, друзья, возможно, все же перейти нам с вами в другое, вот, смятение из другое измерение. Ну, давайте-ка, друзья, еще хотя бы несколько команд сыграем. И тогда перейдем в смятение из другое измерение. Итак, Ира Канева, прошу прощения, Ира Канева попросила взять черепашек из космоса. Правда, без пятого игрока. Вот, а ну-ка, друзья, сейчас я посмотрю, смогут ли они справиться. Вот, без пятого игрока. Вот, вот, у нас только Донателло прокачан, друзья. Боюсь, что могут не справиться. Нет, пятером у нас только Донателло прокачан. Вот, из космоса, остальные 80-го уровня. Просто-просто не справимся, друзья. Вот, к сожалению, сори, сори, ну, не получится. Вот, и да, вот, вижу еще один из подписчиков написал, просил прокачать Донни до 90-го уровня из космоса. Мне кажется, тоже неплохая идея. И вот, да, следующая команда, это Вадим Иванов. И он просил, чтобы я взял всех черепашек из космоса и Эприл Кунаичи. Вот, это уже совсем другое дело. Итак, черепашки из космоса плюс Эприл Кунаичи. Итак, и так, и так. Давайте-ка вот высматривать. Вот, вижу Донателло. Отлично. Дальше у нас идет, вот, Леонардо. Вот, неплохо. Микеланджело. Супер. И еще, еще, еще. Где же наш Раф из космоса? По-моему, вот он. Да. И нам нужна Эприл Кунаичи. Итак, Эприл Кунаичи. Вот она. Итак, очень хорошая команда. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, 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 друзья. Вот, неплохой бой. И первым делом нам надо выбивать морозную кошку. Очень классный хил. Вот, очень она мне нравится. И надеюсь, в скором времени мы ее прокачаем с вами на платину. И так, неплохо. И я надеюсь, сейчас ударом из космоса удастся нам ее выбить. Итак, Леонардо Носи. И не добито, не добито. Но вот сейчас, я думаю, вот этот астероид из космоса, нашего Донателло, все же добьет морозную кошку. Да, 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 да. Удалось. Удалось. Морозная кошка выбита. И теперь нужно выбивать либо Доктора Роквелла, либо Стеранка. Стеранка была бы лучше, но у Стеранка, видите, понижена защита. Вот, я не смогу его выбить. Поэтому давайте-ка попробуем выбить Доктора Роквелла. Итак, удар Крогнарда и не выбит. Не выбит, к сожалению. Но у нас есть возможность Эприл Кунаичи, вот, цепной моль на ней нанести урон. И как здорово это нашим героям удается. Просто-просто великолепно. Итак, разошелся Микеланджело из видения. А Стеранка бросает гранату. О, как зацепило нашего Рафа. Ничего себе. Вот, еще навечу сели кучу защиты. Но я думаю, чипсы вот нашего Микеланджело из космоса нанесут очень классный урон. Да, Стеранка выбит. Вот, неплохо. И надо добивать Донателло из мультика. Так, Раф из космоса стреляет. Неплохо. Вот, нанесен урон. Но до победы еще далеко. Итак, Донни из космоса. Вот, бьет Донни из мультика. И победа. Победа неплохо. Остается последний герой. Ну, давайте-ка мы его поджарим. Вот, последний вражеский герой. Итак, космическая черепашка нашего Рафа из мультика. Неплохо прожарила. Но я думаю, веер Эпликуныча добьет его. И да, великолепнейшая победа. Ну, что же, неплохо. Итак, друзья, прошу ваших отзывов и комментариев. Что лучше, тратить время либо равномерно, либо вот на часть на турнир, часть на смятение из другого измерения. Вот, мне кажется, друзья, уже довольно-таки мы долго времени потратили на турнир. Очень медленно продвигается по турнирной лестнице. Наверное, давайте-ка перейдем в смятение из другого измерения. И вот дальше сразимся с командами от наших подписчиков. Вот, планировал я с вами вот дойти до первого звания. Но очень много, очень слабо поднимается. То есть, целый час только уйдет на это. А хотелось бы еще сразиться с смятением из другого измерения. Итак, давайте-ка перейдем с вами. Вот, приключения. Смятение из другого измерения. В прошлой части мы с вами, вернее, не прошлой, а позапрошлой, мы с вами сразились и выбили сплинтера. Ну, а сейчас дальше вот на бой с крэнгом. Итак, друзья, посмотрим следующую карманду от подписчиков. И следующий подписчик и его команда это приключения с губкой. Вот состав его. Лео видение, раф мульт. Давайте-ка я сразу уже буду выбирать. Итак, Лео видение. Лео видение есть. Раф мульт. Раф мультик, он уже у нас впереди. Он у нас уже прокачан до платины. Вот неплохо. Донателла космос. Дони космос, где же ты, дружище? Вот он есть. Давайте-ка только немножко его подлечим. Вот так. Железная голова. Где же ты, железная голова? Есть железная голова и пятый герой у нас... Кого-то я пропустил. А, Микки Фильм. Прошу прощения, друзья. Пропустил Микки Фильм. Микеланджело из фильма. Классный герой. Классный хил. То есть без хила, я считаю, нельзя сражаться. Потому что вот враги очень здорово могут массовой атакой выбить здоровье. То есть без хила сражаться очень опасно. Даже героям высокого уровня. Ну что же, попытаемся, друзья, первым герлом выбить Ксевера Монтеса. Отлично. Вот, а ну-ка, вот наш Микки Фильм из фильма попробует с разворота нанести удар. И не удалось выбить. Но, возможно, лазер из груди нашего Донателла вот нанесет повреждение. И опять же цел. Опять же цел. И вот, друзья, то, что я боялся. Он понижает защиту наших героев. Вот понижает защиту наших героев. Мы, конечно же, его сейчас прожарим, добьем. Но свое черное дело он уже сделал. И так вот видите, как сразу же уходит здоровье наших героев. Просто вот от этого слабенького вот робота. Ну что же, тогда давайте-ка я пока не буду спешить их добивать. Да, вот удалось мне. Вот взял, прокачал атаку. Скорость наших героев. И у нескольких появилась, видите, появилась защита. Вот неплохо, неплохо появилась броня. Поэтому не будем пока спешить. Пока будем выбивать. Возможно, еще кучу каких-то бафов навешаем на наших героев. Вот так и так, неплохо. Пока замечательно. Вот лечение я пока предпочел приостановить. Попробуем пока выбивать врагов. И так, нужно нам выбить Бакстера Муху. Опять же хил. Вот, ой, что-то, что-то, что-то прошло мимо, друзья. Не знаю, почему, но прошло мимо. И так, нужно прокачивать атаку. Вот, да, Раф прокачал атаку. Вот, и попробуем выбивать Бакстера Муху. Хороший удар Донателло, но до победы и до того, чтобы выбить его очень далеко. И так, наносят урон нашим героям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вы видите, над некоторыми героями, друзья, ах, и то, что я боялся. Вот, подлечил вреди на команду и себя, и вражескую команду. Ну что же, друзья, если кто-то из героев выбьет, я вынужден буду отступить. Отступить из-за того, друзья, что если в смятении другого героя, измерение герой гибнет, его нельзя воскресить. Вот, есть у нас, друзья, возможность подлечить отряд, но оно не сработает, потому что, видите, висит на красном фоне вот этот крестик, который не позволяет подлечивать. Очень печально. Ну что же, нужно выбивать вражескую рок-стадди и бы, 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 тогда, возможно, все у нас получится. И так, надеюсь, надеюсь, не добьет. И да, вот у врагов тоже у нас есть вот эта фишка. Вот наш Леонардо из видения бросает и наносит повреждение врагам, и им тоже запрещено лечиться. Ну что же, нужно добивать рок-стадди. Хороший удар, и, возможно, победа будет за нами. Итак, Донателло, мы в тебя верим, добивай, есть. Ай-яй-яй, и Донателло падает, друзья, и я вынужден отступить. Вот, потому что подписчики дальше будут просить этого героя, а если он, мы отступим, он останется жив. Если же мы дойдем этот бой до конца, он погибнет, и его уже не воскресить. Вот, по крайней мере, до того, когда мы дойдем до конца вот этого состязания. Ну что же, друзья, вынужден брать другой состав от подписчиков. К сожалению, здесь один из героев упал, и поэтому вот так. Ну что же, следующая команда от подписчика, пацан с Ютуба. Вот, он просил передать привет. Сегодня мы это сделали и взяли его команду. Итак, Синегами. Очень давно уже не брали вот эту девушку. Почему-то, кстати, подписчики недооценивают девушек. Они очень классные в этой игре. Вот, шесть девушек, которые мы можем использовать. Итак, Синегами, либо Шинегами. Вот кто из подписчиков как пишет, ну, пока вот так. Дальше Шреддер, Бибоп. Ну, опять же, Бибоп, я догадываюсь, друзья, что это Бибоп, прокачанный из мультика. Из фильма, прошу прощения. У Саги и Микки, у Саги и Зимба, у Саги и Зимба есть и Микеланджело. Микки, 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 опять же, Микки, скорее всего, из мультика. Давайте-ка мы его подлечим. Ну что же, неплохо, друзья. Давайте-ка сразимся и посмотрим, как наши герои здесь работают. Не, ну, то, что они сработают здесь 100%, это, конечно же, здорово. Потому что Микки Ланджело прокачивает атаку и уклонение, а у Саги и Зимба сразу же прокачивает защиту. Вот, неплохо. И пойдем сразу же, вот, попробуем выбить Змекюна. Вот есть у нашего Шреддера из мультика Массовая атака, что мы сразу же и делаем. Отлично. Да, давай-ка, Шинегами, вот, попробуй выбить Змекюна. И, видите, не удалось, не удалось. Довольно-таки сильный Змекюн. Вот, прибережем мы пока вот массовую атаку нашего Бибопа. Ого, что делать? Разошелся Змекюн, обиделся. Но, я думаю, мы его допинаем. Вот, все, все здорово у нас удалось. Стоит ли подлечивать? Я пока думаю, друзья, давайте-ка, прибережем хил нашего Микеланджело. Вот. А вот на следующей волне мы сможем и подлечить. Итак, кого нам нужно выбивать? Выбивать нужно Хана, друзья, потому что сейчас опять ослабит защиту. И будет очень-очень неприятно. Итак, удар Шреддера очень неплохо. Вот, Синегами мы на тебя надеемся. Давай-ка, выбей его. Вот, хороший удар, но и не смогла добить. И да, 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 есть вот бомба Бибопа из фильма. И вот Хан выбит очень даже неплохо. Вот, и нужно добивать либо Джастина, либо Саблезуба. Ну, давайте-ка, друзья, повышен урон у Саблезуба, поэтому попытаемся его выбить. Вот, неплохо, неплохо. И да, есть массовая атака у Саги и Зимба. Вот, и уже врагам, я считаю, конец. Вот сейчас он должен здорово выбить. Вот, остался только один Джастин на ногах. И наш Реддер из мультика вот легко его добивает. Ну, что же, великолепнейшая, идеальнейшая победа. Просто-просто здорово. Итак, спасибо подписчику за состав. И идем дальше, друзья. Итак, следующий состав от подписчика с ником Рамил Номбер Фирст. Вот такой вот покемон в кепке и довольно-таки интересная команда. Ну, что же, сразимся. И вот его состав Шреддер, классический Шреддер, Усаги, Сплинтер и Армагон. Ну, что же, очень интересная команда. Давайте-ка мы вот ее возьмем. Вот, и так, Шреддер. Вот, классический Шреддер. Усаги. Смотрю, друзья, не ошибся ли, а Сплинтер и Армагон. Ну, что же, интересная команда, друзья. Интересная команда. Вот такой комбинации, по-моему, мы еще не делали. Вот, очень необычная. Попытаюсь я сразиться и посмотрим, что из этого выбить. Вот, не удалось нашим героям в прошлой части, вот, без потерь пройти эту миссию. Ну, а мы сейчас попробуем. Итак, хороший удар нашего Усаги Зимба. И Шреддер не смог его добить. Нет, добивает, добивает. Ну, вот, здорово. Отлично. Очень-очень даже хорошо все получилось. Отлично. Вот, добьем этих роботов Крэнгов. Вот, пытаются они что-то сделать. Но я думаю, да, вот, лучше давайте-ка мы, пусть наш Сплинтер на наших героев навешает, наш отряд навешает всевозможные. Ай-яй-яй, нужно было тоже навешать вот эти всевозможные. У нашего Шреддера классического есть тоже фишка навешивать кучу бафов. Вот, как-то я быстренько нанес удар и это дело упустил. Ну, ничего страшного. Итак, добиваем Бакстера Муху. Вот, хорошая победа. И теперь будем выбивать Бибопа и Рокстеги. Ну, первым делом я попробую выбить Бибопа. Очень хороший удар катаной. Пытается что-то сделать вражеские, вот, футботы. Но я думаю, это им уже не поможет. И да, вот давайте-ка все же сейчас я сделаю, вот, прокачаю наш отряд. Ого, какая куча бафов. Ну, и вот попробуем догрызть вот этого Бибопа. Итак, Агромагон плывет, ползет и вот так здорово кусает. И Бибоп догрыз, догрызен. Вот, давайте-ка я пока не буду использовать вот защиту. Вот, просто будем пробовать добивать врагов. Отлично. И массовую атаку Шреддера я тоже приберегу, друзья. Здесь лучше массовые атаки, вот, приберегать. Потому что в смятении с другого измерения совсем все по-другому. Итак, Сплинтер. Хороший удар из пальца. И Шреддер классический должен сейчас добить вот этим мощным ударом. Да. Итак, вот Рокстеги классический выбит. И идеальная победа на три звезды. Просто-просто здорово, друзья. Очень неплохо. Вот, давайте-ка пойдем с вами дальше и посмотрим, что из этого получится. Итак, следующая команда от подписчиков, друзья. И, к сожалению, под этим видео я вот использовал все команды от наших подписчиков, друзья. Но зато в прошлом видео были еще команды, какие я не сумел использовать. Давайте-ка я их возьму. Вот. И посмотрим, что из этого получится. Итак, команда от подписчиков не с прошлого, а позапрошлого видео. Вот. Ну что же, попробуем. Итак. Вот. Постараюсь. Итак, вот команда от Даниара Абдура Закова. Вот, прошу прощения, вот, Даниара Абдура Закова. Да. Вот. Все черепашки Ниндзя из мультика. И плюс Алапекс. Вот Алапекс это лисичка по мультику. Вот. И давайте-ка. Вот я думаю, стоит ли пойти против вот черепашек оригинальных. Скорее всего мы не справимся. Поэтому, друзья, пойду-ка я вверх. Итак, черепашки из мультика. Черепашки из мультика. Лео. Раф. Донателло. И Микеланджело. Ну что же, очень хороший состав. И плюс еще лисичка Алапекс. Вот. Кстати, это сестра Тигриного Когтя. Их по мультику украли крэнги детьми. Они были людьми. И превратили, проводили генетические исследования. ДНК животных. И превратили ее в лисичку. А Тигриного Когтя. Вот. В то, что он был. А потом они от поссорились. И она отрубила ему хвост. Вот такая вот неудивительная история. Ну что же. Попытаюсь я пока выбивать крэнгов. Вот. Неплохой удар. И давайте-ка. Ничего себе. Вот надеялся, что у Алапекс против Змекюна будет более продвинутые удары. Не получилось. Итак, попробуем выбить вот этого. Ничего себе. Какие сильные крэнги. Но надеюсь, уже Лео уже выбьет. Да. Вот. Удалось выбить одного крэнга. Ну и нужно будет бить Змекюна. Ого-го-го-го. Что наделал Врегина. И уменьшил вот героям нашим повреждения. Но у нашего Райсфарафа есть прикольная фишка. Он сразу же прокачал атаку. Вот давайте-ка я сделаю защиту. И еще подлечим наших героев. Вот так. Отлично. Итак, Микеланджело прокачал. Ну и давайте-ка бить что ли этого уже Змекюна. Нет, пока все же Алапекс я буду выбивать крэнга. Вот. А вот пусть Лео уже попробует выбить Змекюна. Ох, какой хороший удар. Какой хороший удар по Змекюну. Вот ничего себе как разошелся. Но я думаю, это ему уже не поможет. Итак, неплохо. С первой волной мы справились. Переходим ко второй волне. И здесь у нас Шреддер, Ракзар и Кресиный Король. Ну что же, ну что же я скажу. Давайте-ка первым делом пробуем выбивать Шреддера. У него есть хил. Его нужно убирать. Пока он им не воспользовался. Итак, Микеланджело хорошая атака. Но до победы еще далеко. Итак, Алапекс. Неплохой удар. И да, да, да. Лео, мы тебя верим. Добивай Шреддера. Удалось, удалось. Шреддер выбит. Вот. Ну, а с остальными врагами уже будет полегче. Ракзар привлекает внимание и прокачивает вот атаку вражеских героев. Вот это, конечно же, неприятно, но не смертельно. Итак, удар с разворота Рафа. Вот. И хорошее повреждение Ракзару. Просто-просто здорово. Давайте-ка я еще прокачаю вот атаку нашей команды и уклонение. И попробуем вот применить массовую атаку Алапекс. Вот бежит так здорово лисичка. Уклоняется от звездочек. Превращается в какое-то бревно. И вот так здорово наносит удар. Очень-очень даже неплохо. Итак, очередной удар вот футботу выбит. Ну и будем пробовать выбивать крысиного короля. Очень хороший удар Микеланджело нумчаками. Вот Алапекс мы в тебя верим. Давай-давай-давай-давай. Да, вот неплохо. Вот получилось. И Раф уже, я уверен, добьет своими саями. Очень неплохо все получилось. И остался в последний футбот. Вот. Просто-просто здорово. Замечательно. Отличнейшая победа. И все здорово у нас получилось. Вот. Итак, друзья. Давайте-ка, наверное, я еще вот с одной командой сражусь. И на этом уже сегодня будем заканчивать видео. И так, вперед-вперед, друзья. Вот. И последняя команда от наших подписчиков. Давайте-ка, наверное, все уже оригинальных черепашек я оставлю на следующее видео. А пока, вот. И причем, друзья, для оригинальных черепашек нужно будет брать самую сильную команду. Потому что, вы видите, противники все платины. Итак, команда от подписчика с ником Жаркинбек Байгабулу. Вот. Прошу прощения, если неправильно прочитал. По-моему, так. Жаркинбек Гайгабулу. Вот. Армагон, Лео, Рафы, Лео Космос и Раф Космос. Ну, вот. Интересная команда, конечно же. Вот. Давайте-ка попробуем. Итак, Армагон. Его, правда, надо подлечить. Лео, Раф и еще Лео из Космоса и Раф из Космоса. Честно говоря, неожиданная команда. Вот, по-моему, еще такой команды, такой комбинации никто из подписчиков у меня не просил. Но интересно, конечно же. Ну, что же. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот. Есть Хан. Вот. Здорово, что он не применил свое послабление. Вот. Чтобы не послабил заседу. И да, удается Лео с первого удара его добить. И это здорово. Вот. Мне пришлось использовать два удара. Ну, что же. По-моему, довольно-таки сильная, классная команда, друзья. Вот. Мне кажется, с этой командой я смог бы и победить и оригинальных черепашек. Вот. Хотя, возможно, давайте-ка сейчас все же попробуем сразиться с оригинальными черепашками. Мне кажется, это будет интересная победа. Итак, шредер классический плюс вот Ксевер Монтес плюс Икс Крис Брэдфорд и два футбота. Ну, я попытаюсь применить вот массовую атаку нашего Лео. Вот танец с мечами и довольно-таки здорово нанесен урон. И Армагон сейчас должен их додавить. Так, бросает каменную глыбу. Ну, вот. И остался только один вот шредер, которого наш Лео из космоса вот так легко добивает. Ну, что я скажу. Отличнейшая победа. Итак, вот, друзья, смотрю дальше на другие составы. И уже давайте-ка мы оставим их на следующее видео. Итак, друзья, на этом сегодня я уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новой серии. Давайте-ка пособираю еще бонусы, которые накопились. Вот, выполняю ежедневные задания, чтобы это было интересно, чтобы было и грегиенты. Ну, и, конечно же, собираю, вот, выполняю задания. Итак, вот, вижу сейчас еще нам подарят ДНК Рафа. Вот, супер. В принципе, оно уже нам не надо, но я собираю. Плюс еще мутаген и плюс еще доллары. Ну, вот так как-то, друзья. Итак, на этом всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, пишите в отзывах, комментариях, кого прокачивать в следующем видео. И согласно ваших отзывов, комментариев, я буду прокачивать. И да, друзья, вот, неожиданно, вот, накопилось у нас ДНК доктора Роквелла. И я сейчас его переведу на новый уровень. Вот, здорово, здорово, друзья. Наверное, попало у нас в 8Х портале. Достаточно накопилось ДНК, чтобы еще вот прокачать этого замечательного героя. Да, друзья, вот закончился мутаген, но ничего страшного. В следующих видео мы его прокачаем. Итак, друзья, всем пока-пока. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте право в верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. А я жду, друзья, от вас отзывов, комментариев относительно ваших команд, с которыми сражаться. И вот на кого трачить ингредиенты, кому вот прокачивать способности. Итак, друзья, всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok